С началом лета на базе образовательных учреждений района открылись лагеря дневного пребывания. Их за время каникул посетят более двух тысяч славянских ребят. Для детворы это прекрасная возможность не только весело, но и интересно провести каникулы. И, что самое главное, безопасно. Вот с такой веселой и энергичной зарядки начинается каждое утро в лагере дневного пребывания «Планета детства», организованном в 12-й школе. После разминки, зарядившись хорошим настроением, ребята отправляются по своим отрядам. Смена длится 21 день, и на каждый составлен план мероприятий и развлечений для детей. Они проводят соревнования, творческие конкурсы, лепят, рисуют, ходят на экскурсии и походы. Одним словом, скучать здесь некогда. Я каждый год хожу. Мне очень нравится эта летняя площадка. Я с удовольствием сюда прихожу. Тут так весело, тут развлекают каждый день. Что-то новое придумывают. Мы планируем поехать в музей осликов в Темрюк. А лучше каникулы не проводить дома, а проводить в школе, в летнем лагере. Мы тут занимаемся, ходим в походы. Гуляем, кушаем. У нас проходит часть чтения. Мы с удовольствием ходим на зарядку. Задача летней кампании – не только организовать интересный досуг школьников, но и оздоровить их. Поэтому по назначению педиатра в лагере дневного пребывания они принимают витамины. А еще дважды за поток школьный фельдшер проводит измерения их основных физических показателей, таких как рост, вес и силу. Делается это, чтобы проследить динамику развития ребенка. Вначале дети приходят, мы измеряем рост, вес. Потом средний показатель, рост, вес измеряем также динамометром силу кистей. И следующий момент – это уже в конце оздоровления в лагере. Мы тоже измеряем все и смотрим, изменились ли какие-то показатели. Самочувствие детей стало лучше. Ну и еще плюс дети во время летнего лагеря, они же занимаются зарядками, вот как вы тоже видели, там бегают, прыгают, ну что ребенку еще надо, да? На площадке дети находятся с утра и до середины дня, поэтому для них предусмотрено двухразовое питание. Меню разнообразное и сбалансированное. Детям очень нравится. Нас кормят два раза в день, очень вкусной едой. Самый вкусный – это плов. Еще мне самое лучшее здесь нравится – это когда мы гуляем в походы, разные ходим, мероприятия проводим, смотрим разные фильмы, когда мы еще читаем и кушаем, конечно. Мне нравится в Штуловой, как тут кормят. Моя любимая еда – это омлет, манная каша, ну и из питья – это чай. Так же вкусно, как дома все всегда. Я два раза становился победителем конкурса «Чистые карелки». Я всегда все съедаю, всегда все вкусно. После вкусного и плотного завтрака ребята отправились на запланированные занятия и экскурсии. Лагерь дневного пребывания в 12-й школе посещает 200 ребят. Для них это возможность интересно провести свои каникулы, а для родителей не беспокоиться о безопасности детей. Целью нашей работы является, в первую очередь, организация летней занятости, для того, чтобы все родители не переживали во время рабочего своего дня, что дети у них под присмотром, организованы. Плюс еще и развлекательные мероприятия для них проводятся. Ну и, конечно же, тоже одна из основных целей нашей работы – это оздоровление детей. Детям очень-очень нравится ходить в лагерь, хорошие всегда отзывы получаем. Ну и мы как бы тоже стараемся всем коллективом вместе с воспитателями организовывать досуг детей таким образом, чтобы им было не скучно. Впереди у ребят еще почти две недели отдыха в лагере дневного пребывания. И мы уверены, что пройдут они очень интересно и насыщенно, а главное – безопасно под присмотром взрослых. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует. Продолжение следует... …коศ в invisibility data.